Привет, друзья! Что ещё совсем недавно казалось фантастикой, сегодня используется в повседневной жизни. 3D-печать пришла и на помощь братьям нашим меньшим. Возможность создавать трёхмерные изделия на принтерах позволила облегчить жизнь многим животным. Сегодня я расскажу о самых интересных случаях. Маленькая собачка с врождённой патологией. Пёсик породы Чихуахуа родился с патологией, у собачки, названной впоследствии Турбару, отсутствовали передние конечности. Единственная участь такого щенка – усыпление. Но хозяева решили дать малышу шанс на счастливую жизнь, оставив его в приюте с надеждой, что собака обретёт заботливых хозяев. И удача улыбнулась маленькому созданию. Эшли Лупер, ветеринар из Индианаполиса, влюбившись в щенка, забрал его домой и пытался собственноручно создать средства передвижения из пластиковых труб и деталей от детской игрушки трактора. Узнав о трагедии собачки из новостей, директор студии 3D-печати в Сан-Диего Марк Дедрик решил помочь питомцу и создать трёхмерную модель тележки по параметрам собачки. В итоге было создано 10 мобильных 3D-конструкций, которые по мере взросления пёсика менялись. Череда событий, которые иначе как счастливыми не назовёшь, позволили щенку передвигаться с высокой скоростью, поэтому он и получил такое имя. Утка с ампутированной лапкой Лютик, как назвали утку в Теннессийском центре водоплавающих, родилась с вывернутой назад левой лапкой. Физиотерапия и другие методы лечения не помогали. Патология доставляла птице боль, что привело к ампутации части лапки. Чтобы облегчить жизнь Лютика, сотрудники центра попытались сделать для него деревянный протез, но он был неудобным и тяжёлым. Тогда неравнодушные люди обратились в фирму Новокопи, которая специализировалась на 3D-печати. Утёнку сделали силиконовый протез – точную копию утраченной лапки. В качестве образца взяли левую конечность сестры Лютика. Утка с протезом стала популярной в соцсетях. У неё появилась своя страничка в Фейсбуке и множество подписчиков, которые следят за жизнью уникальной птицы. Для Лютика разработаны несколько вариантов 3D-протезов – для плавания, передвижения по земле и даже праздничный рождественский. Черепаха без панциря Бразильская черепаха Фредди пострадала в страшном пожаре. Из-за высоких температур её панцирь растрескался и осыпался. Шансов на выживание беспривычного домика у черепахи были равны нулю. Но организация «Мстители за животных», в которую входили врачи-хирурги, решили спасти рептилию и создали трёхмерную модель панциря. Для этого использовались тысячи снимков Фредди и других черепах. Необходимо было создать протез по индивидуальным размерам пострадавшего животного, но с учётом видовых особенностей. На 3D-принтере напечатали каркасную конструкцию, затем также с применением технологии 3D-печати создали необходимый объём с помощью лёгких, но прочных композитных материалов. Уникальный панцирь в начальном варианте был белым, но когда над ним поработал художник, защитная оболочка приобрела естественный вид. Сейчас, глядя на Фредди, не сразу можно догадаться, какие испытания выпали на его долю. Слонёнок с искалеченной конечностью Когда тайскому слонёнку Моши было 7 месяцев, он случайно наступил на мину, зарытую в северной части страны. Результатом несчастного случая стала потеря передней правой ноги. Чтобы дать животному шанс на жизнь, группа энтузиастов тайского центра по спасению слонов Asian Elephant Foundation обратилась к знаменитому в Таиланде хирургу Тир Чай Живакати, который практиковал использование 3D-печати для создания протезов для людей. Врач не остался в стороне от беды крупного животного и приступил к созданию искусственной конечности. На протяжении 9 лет по мере роста Моши было произведено 9 операций на оставшейся части ноги и коррекции конструкции. В результате многолетнего труда хирурга и заботы участников Организации по спасению животных слониха Моши стала первой среди сородичей обладательницей искусственной ноги в мире. Протез весит 15 кг. Он прочный и вместе с тем не является тяжёлой ношей для животного. Конечность изготовлена из стального каркаса с помощью технологии 3D-печати с использованием термопласта и эластомера. Тукан без клюва Величественная красивая птица тукан с мощным клювом подверглась нападению подростков вандала в Латинской Америке. Лишившись верхней части важного органа – клюва, с помощью которого тукан добывает пропитание, ухаживает за перьями, птица не смогла бы выжить. Когда зоозащитники обнаружили покалеченного пернатого, было принято решение собрать всем миром средства на изготовление 3D-протеза. Назвав тукана Греция, зоозащитники разместили призыв о помощи на краундфандинговой площадке IndioGoGo. Несчастье птицы так тронуло людей, что проект за двое суток собрал более 10 тысяч долларов. Протез верхней части клюва для тукана должен быть лёгким и прочным, при этом птица продолжает расти. Поэтому было решено сделать искусственный клюв из двух половинок. Внутренняя часть снимается для дезинфекции, а верхнюю половинку можно менять по мере взросления Греции. Клюв для тукана – это ещё отличительный знак для привлечения самок. Бонусом к протезированию можно считать возможность нанесения разного окраса клюва, который поможет Греция продолжить род. Лошадь с поражёнными копытами В Австралии белая кобыла Холли страдала страшной болезнью – ламинитом, то есть поражением пластин копыт из-за недостаточного кровоснабжения. Отечность внутри копыта, вызванная болезнью, давила на мягкие ткани ног. Невыносимая боль мучила животное не только во время ходьбы, но и при стоянии в стойле. Ветеринар Люк Уэлл Смит вызвался облегчить страдания Холли. Для этого он обратился в Национальный научный центр в Сиднее. Специалисты центра смогли создать 3D-обувь для лошади. Напечатанные титановые подковы способствовали равномерному распределению нагрузки на копыта. Это облегчило боли животного настолько, что Холли смогла ходить и даже бегать. На примерах использования 3D-печати в производстве протезов можно сказать, что достижения науки и технической мысли пришли на помощь не только людям. Неравнодушные сердца современных специалистов помогают животным обрести второй шанс на выживание. На этом всё, друзья. Если вам понравилась эта необычная подборка, то поделитесь видео с друзьями и близкими. Пока!